Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Да, здрасте. Евгений Алексеевич, мы на Совете Штабов сегодня обсуждаем представление президенту чрезвычайных полномочий. Ольга Евгеньевна Смирнова, адвокат наш, народный адвокат, разработала бланк. Вкратце, не вкратце, а подробно, довольно-таки подробно нас с ним ознакомила. Мы сейчас в данный момент обсуждали, есть ли предложения и возражения, пока таких не было, но нам нужно ваше мнение. Мы хотели бы с вами обсудить этот бланк, принесет ли это пользу для нашего общего дела и в целом ваше решение. Поддерживаете этот бланк и эту акцию? Я все-таки только координатор, руководитель у нас Владимир Владимирович Путин. Поэтому, но да, и, соответственно, и в штабах. Поэтому, если Ольга Евгеньевна и ваша, ну, вся профессиональная часть юридического характера сформировала позицию, я могу только ее поддержать. То есть тут это как бы вопрос снизу, да, а не вопрос сверху. Поэтому принимайте решение. Я вот сейчас посмотрел, значит, как просто участник национально-освоительного движения. Я бы предложил все-таки не учреждать Госбанк, а реорганизовать Центральный банк, Государственный банк. Иначе два банка будет. Зачем нам они два нужны, да, в стране? Значит, это реорганизовать. В четвертом пункте, ну, раз появилось обращение в прокуратуру, значит, надо и наверху тогда обращение в прокуратуру там, где вот депутатам, сенаторам дополнить. Правильно? Ну, из таких вот моментов. И я бы четвертый пункт все-таки тогда разделил. Генпрокуратура, если захочет, она обратится сама в суд. Нам ее, об этом специально просить не надо. Это как бы дело генпрокурора, реализовать свои права, в том числе обращение в суд. А если мы говорим об обращении в суд, тогда просто это должно быть в формулировке, так сказать, обратиться об ускорении рассмотрения, еще что-то такое. То есть, все-таки мы же сами в суд обращаемся, правильно? Я думаю, что вот этот тоже момент разделить. А так, конечно, вполне такое важное обращение. А, вот еще момент, по второму пункту. Смотрите, я бы вообще не просил никого создавать конституционное собрание, потому что конституционное собрание – это автоматическое решение для цели изменения конституции. Грубо говоря, нам… мы просим поменять конституцию, правильно? Для этого надо либо референдум, либо конституционное собрание, правильно? Ну, так пусть определятся методы изменения конституции, те, кто эту конституцию должны менять, в данном случае, обращение к депутатам и членам Совета Федерации. То есть, понятно, мы упоминаем конституционное собрание, но нам не надо просить его создавать. Понимаете разницу, да? То есть, тратить свой сбор подписей людей, тысячи людей на просьбу сделать свою работу депутатам и членам Совета Федерации, мне кажется, все-таки неправильно. Да, естественно, они его создадут. Вот как было в 2002 году, в 2020 году, президент предложил поменять конституцию, а для этого специальным законом было организовано всенародное голосование. Специально под эту задачу. И понятно, что иначе не могло получиться бы, да? То есть, так и сделали, так и здесь. Соответственно, именно как... То есть, конституционное собрание, я думаю, оставить надо, а вот упоминать акт создания конституционного собрания, мне кажется, не надо. Это не наше дело, а дело, так сказать, технического исполнения требований изменения Конституции. Соответственно, там не надо нас просить, чтобы кто-то там принял закон о конституционном собрании. Я объясняю, почему мы многократно уже на этот вопрос обсуждали. Конституционное собрание – это инструмент. Это не, как бы, не идеология, не нодовская тема. Это инструмент изменения Конституции. И не обязательно в нашу пользу. Понимаете? Поэтому объединяться с врагами, которые тоже хотят созыв Конституционного собрания, чтобы сместить Путина, ликвидировать Россию и так далее, нам не надо. Это идеологический, конечно. А вот мы требуем своего, в рамках которого нужно будет Конституционное собрание, что, конечно, будет сделано. Факт о том, что президент должен возглавить, это само собой, это можно и оставить. Ну вот, если о таких вот подходах предварительных. Потом почему-то куда-то исчезло Государственный комитет обороны. Государственный комитет обороны нам нужен. Тут прописано, что мы даем президенту вот эти, как бы, полномочия. Но президент, на мой взгляд, должен реализовать эти полномочия либо через Государственный комитет обороны, либо через какой-то другой орган. Напрямую он это не может сделать. Потому что орган чем отличается от человека? Все-таки президент – это человек. над тем, что орган сбалансирован. То есть там существуют механизмы замены. Там, грубо говоря, президент пошел спать, есть заместитель. И, соответственно, выдвигая президента на фактор ежесекундного принятия решений в области безопасности, мы его очень сильно, грубо говоря, подставляем. То есть у врага создается ощущение, что вот ликвидировали президента, так сказать, и каким-то образом сделали так, что президент не влияет на ситуацию, и все. И произошел распады системы государственности, и государство рухнуло. Это президента ставит большую опасность. Это означает, что американцы будут, ну, например, планировать точечный ядерный удар с целью уничтожения президента. Например. И это риски такие довольно... Понимая, что после этого удара страна Россия тут же рухнет. Понимаете, да? Если же они понимают, что это система, которой, да, президент является центром этой системы, но не самой системой, то, естественно, они понимают, что вот такого рода акции, покушение на президента, не означает, что страна рухнут, и они победили. А означает, что, скорее всего, страна их уничтожает. То есть сработает система по уничтожению, в данном случае, агрессора Соединенных Штатов Америки. Поэтому я бы просил нашего президента все-таки защитить вот в плане, да, полномочия полномочиями, но при этом это все-таки полномочия организационного характера системы, а не просто президента. И второе, конечно, полномочия направлены на цели, не вообще полномочия хорошему человеку, а направлены на цели, которые ставит перед собой президент, это восстановление отечества и его свободы и независимости. Соответственно, для цели реформы. Не для цели текущего управления страной, а для цели реформы. Ну, вот это из такого вот момента, связанного с текстом, который вот мне прислали, я сейчас распечатаю. Ну, вот если вот об этом вопросе. А по другим вопросам будем их обсуждать? Потому что вы понимаете, да, двухлетняя борьба национально-освободительное движение, сармат-мобили, марши на Вашингтон, пикетчики, где мы ставили задачу использования СИАУ в конфликте с США, да. То есть, что говорили наши противники? В США нету, конфликт с Украиной, танками, самолетами, штурмами мы все решим. И тут вдруг единственные кто, штабы НОД, не вообще кто-то, да, вот только штабы НОД, продвигали идею, что в конфликте на Украине победа может быть только через использование стратегического ядерного оружия против Соединенных Штатов Америки. Использование в смысле бить, а геополитический, в смысле пугать. Понимаете, да, то есть то, что было вершиной использования, это нацеливание. Нацеливание пока не получается, хотя я думаю, что все понимают, что если бы президент мог позавчера объявить о нацеливании, то мы бы сегодня уже, так сказать, на территории Украины не нашли бы никаких Зеленских, никаких, значит, этих боевиков, все бы разбежались, прям просто эвакуировались, как с Афганистана, падая по дороге с поездов, самолетов, там, не знаю, со всех транспортных средств. Мы бы ровно завтра вечером увидели бы, что все автомобили Украины, все, потому что боевики конфисковали бы даже тех, кто хочет остаться, все автомобили Украины двигаются сплошным потоком, постречной, не постречной, в сторону Польши, Венгрии, то есть в сторону Европы, убегая с территории Украины. Это очевидно. То есть то, что президент не закончил свою речь нацеливанием, это как раз означает, что он понимал, что Россия не готова к рассмотрению американцев как врагов. Поэтому он не упомянул в своей речи Соединенные Штаты Америки. Но при этом он снял ограничения на нацеливание на США. Вот обратите внимание, это главное, что он сделал, пока он сделал предложение, потому что еще будет определенная борьба за изменение военной доктрины. Вы видите, уже эта борьба началась, уже Блинкин выступил и сказал, что попытки Путина, как-то так, значит, реформы, попытки Путина реформы военной доктрины, они, значит, не своевременные, безответственные. Ну, то есть он не считает, Блинкин, что реформа состоялась. И мы понимаем, что она не состоялась, еще будет борьба за нее. И, кстати, нам надо президента поддержать в этой борьбе, как мы его поддержали в 2020 году, когда он предложил реформацию. Это аналогичного уровня ситуации. Но, тем не менее, президент посчитал возможным заявить об этом. И вы видите, что благодаря нашей подготовке в течение двух лет никаких митингов и штурмов, значит, Красной площади, пятой колонны, мы не наблюдаем в защиту Соединенных Штатов Америки. Да, конечно, МИДу пришлось тут же погасить, так сказать, эмоциональное желание пятой колонны. Он заявил, что, значит, Америка по-прежнему защищена декларацией о ненацеливании от возможного. То есть Совбез, Путин предложил в военной доктрине снять ограничения по нацелению на США. Потому что он заменил термин встречности, ответ на встречного удара, а встречность – это целеполагание, запрещающее другие цели, кроме как тех государств, которые в данный момент в случае массированного удара по Российской Федерации нанесли этот удар. То есть если удар с Польши, значит, кроме Польши никуда нельзя нацеливать и бить. Понимаете, да? Вот что было написано в старой доктрине. В новой доктрине президент предлагает убрать запрет на нацеливание и воздействие ядерным оружием по принципу встречности. Тем самым он снимает ограничения на ядерное воздействие, а нацеливание – это форма воздействия, на территорию Соединенных Штатов Америки, потому что США, он ввел новую формулу вместо встречности, союзники того государства, которое наносят по России массированные удары тамагавками, беспилотниками и так далее. То есть союзники Украины, например. И тем самым он формулу целеполагания развернул против США и разрешил, ну, планирует разрешить, так сказать, ядерной доктриной нацеливание, ну и удары, конечно, на территорию Соединенных Штатов Америки. Вот что сделал президент. Это главное, что он сделал. Еще снизил порог, еще упомянул суверенитет, как цель, так сказать, как цель ядерной доктрины, да, что раньше не было, да, то есть сделал шаг в сторону чисто нодовских реформ. Но главное, еще раз говорю, во всей этой истории, это он разрешил нацеливание на США. И то, что МИД после этого тут же заявил, что нацеливание на США мы, значит, не будем, потому что вот есть такая декларация, МИД, правда, тут же оговорился, что декларация юридически не обязывающая. То есть это не договор, который надо целый год, там, знаете, динансировать, понимаете? А раз она юридически не обязывающая, значит, в принципе, ее можно отменить за одну секунду. Понимаете, да? Да, этого сейчас не сделано, поскольку это было бы, привело бы бунту пятой колонны в России и олигархов, что, понятно, нам абсолютно неприемлемо, и не факт, что этот бунт был бы, мы готовы подавить, да, силы мы неизвестны. Еще мы не знаем, какова расстановка сил. Но, тем не менее, вот что сделал президент. И сделал он это исключительно по предложению участников национально-освободительного движения, который, кроме которых, никто это не предлагал. Вот я просто прошу обратить внимание, особенно для наших пикетчиков, ни одного политика в стране, ни одной политической силы НОД в стране за два с половиной года не предлагали победить на Украине путем использования стратегического ядерного оружия против Соединенных Штатов Америки. Использование, еще раз поговорюсь, не в виде ударов, а в виде нацеливания и так далее. Никто. И это не случайно. Мы всегда говорили, все политические силы, которые не являются участниками национально-освободительного движения, так или иначе созданы оккупантом. Вот просто вот это, этот раздел. И он четко здесь прозвучал. И если бы общество и народ был готовы к тому, чтобы появилось нацеливание, мы бы уже прекратили своего победы и вчера. И закончились бы налеты, закончились бы потери наших героев и все остальное. Но поскольку народ России не был к этому готов, он не готов, понятно, что там сильно влияет правящий класс, он не готов конфликтовать с Америкой. Путин не смог произнести, ну мы понимаем это, да, не смог произнести слова Соединенных Штатов Америки в своей речи о, так сказать, союзниках, на которых можно воздействовать стратегическим ядерным оружием. И еще один момент. Песков сказал, что есть списки, будут списки государств, на которых можно воздействовать ядерным оружием, то есть нацеливаться. Понятно, что список создается только ради одного государства, ради Соединенных Штатов Америки. Остальные, кто там будет, Англия, Франция, Германия, кто-то еще, они будут то, что называется для баланса. Потому что только от США все зависит. И вот обратите внимание, например, высказывание руководства, военного руководства, по-моему, Эстонии, которое заявило немедленно, что готово превентивно организовать удар ядерным оружием по России, так сказать, немедленно и сейчас. Это заявило военное руководство. Я понимаю, что у Эстонии нет оружия, хотя мы не знаем, может, американцам оружие и дадут или дают. Но, тем и менее, вот это заявление. И я думаю, что все прекрасно понимают, что если бы президент принял решение о нацеленной территории США, это бы заявления не было. Потому что ровно через секунду Эстония была бы выгнана из НАТО пинком из Вашингтона. Вот ровно через секунду. Потому что говорят болтовню эстонцы, а по бомбоубежищам прятаться жителям Нью-Йорка и Вашингтона. Понимаете? И это американцы очень не любят, когда их какие-то кто-то, там, какие-то эстонцы заставляют ползать по грязным, значит, окопам, залезать в бомбоубежище, прятаться там из своих прекрасных квартир и коттеджей. Так что какой вывод, да? Владимир Владимирович Путин спас страну от второго этапа эскалации, о котором мы предупреждали. Что за второй этап эскалации? Типичный югославский сценарий. Это самолеты и это томагавки, либо более современные аналоги этих ракет в массовом использовании. Именно поэтому президент и говорил, Путин о массовых налетах ракет, беспилотников и так далее. Массовость не позволяет ПВО сработать. То есть массовые десятки, там, тысячи, десятки тысяч томагавков или ракет аналогичного класса – это полный кошмар на территории всей Российской Федерации, как минимум до Урала. Да и за Уралом тоже там, потому что там тоже японцы и корейцы находятся, и, конечно, оттуда тоже полетит. Вот что это такое. И Владимир Путин остановил такой сценарий. Это не означает, что мы победили. Это даже не означает, что мы повернули на победу. Потому что понятно, что американцы побоятся теперь наносить массовые удары ракетами, как они планировали, как они делали в Югославии. Но при этом они не будут, никуда не отступят. Потому что вчерашние, позавчерашние изменения доктрины, они понятны для экспертов и Байдена, Харрис, для всех их советников. Но они непонятны для американского народа. То есть американский народ не увидел в них угрозы. Особенно после заявления российского МИДа. Что означает, что он не включился в борьбу за выживание. А вот нацеливание включает новый фактор. Это сотни миллионов граждан Соединенных Штатов Америки, которые будут испытывать панику, страх и, соответственно, повлияют на позицию своего правительства. Этого фактора пока не произошло. Фактор просто понимания экспертами недостаточен. И, соответственно, мы понимаем, что, к сожалению, конфликт США продолжится, СВО продолжится до созревания народа России, которое позволит задействовать международное право. Потому что это даже видно по заявлению МИД. МИД говорит, что мы не нацеливаемся для того, чтобы не было войны. Но я напоминаю, что наоборот, нацеливание в Советском Союзе было создано для того, чтобы не было войны и вообще ядерное оружие. Никто не планировал применять стратегическое ядерное оружие никогда в истории человечества. Но сам по себе страх его ответа, его нацеливание создавало условия, при которых мы всегда договорились с Соединенными Штатами Америки. И даже Лавров сказал где-то полгода назад, по-моему, на какой-то конференции, что мы всегда договаривались в Советском Союзе с США, а сейчас не можем договориться. По той причине тогда было нацеливание, а значит взаимная угроза и безопасность комплексная, единая. Сейчас такого нет. Поэтому мы готовим второй этап нашего лидера Владимира Путина, связанный с военными действиями, что означает подготовку общественного мнения России и народа России, и правящего класса тоже, чтобы не сопротивлялся, к этапу конфликта США и нацеливания стратегических ядерных ракет на Соединенные Штаты Америки как фактор победы. Для этого нужно верховенство территориальной целостности по итогам Второй мировой войны, международное право, то есть убрать вот эту козыревскую политику отказа России от комплексной единой безопасности, которая работала с операцией «Надырь» по 94-й год, с 62-го года по 94-й. И для этого придется провести замену российской власти на национальную во главе с Путиным. И я говорю не о людях, я говорю о системе власти. То есть и в том числе там второй этап конституционной реформы и чистка тех 80 тысяч шпионов, о которых говорил глава службы. Служба внешней разведки и национализация Центрального банка и всей системы, в том числе и те вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждали, которые здесь изложены. Вот этот второй этап неизбежен, не просто нужен, а он неизбежен. И он и закончит наш конфликт с Соединенными Штатами Америки на территории Украины победы с восстановлением контроля с нашей страны за всей территорией в границах Советского Союза 1945 года. Спасибо. Евгений Алексеевич, а вот ваше мнение до созревания народа, вы сказали, и когда это может произойти, и как вообще понять, что все-таки народ созрел? Ну вот видите, давайте просто на примере позавчерашнего дня. Наша борьба, сотни тысяч, сотни миллионов просмотров «Сармат-мобили», «Машины Вашингтон», о них знают все. Даже все оппозиционные каналы их опубликовали, понятно, с издевками, но опубликовали. Что это позволило сделать? Это позволило Владимиру Путину объявить о снятии запрета на ядерное стратегическое воздействие на территорию Соединенных Штатов Америки. Снял запрет. И это не было негативно восприняно народам Российской Федерации. То есть народ был к этому готов. Мы это видим, уже прошло два дня. Там, конечно, начали сразу какие-то, приводить какие-то конференции по раскачке межнациональных отношений, еще что-то. Но это понятно, Госдеп будет действовать. Но в целом мы видим, что не произошло как бы бунта против Путина, когда он снял ограничения на нацеливание будущего и на сегодняшнее воздействие на Соединенные Штаты Америки, то есть ядерное сдерживание, включая территорию Соединенных Штатов Америки. Вот не произошло. Не произошло, то есть не произошло бунта, и это означает, что вопрос был подготовлен. И понятно, что если бы президент это объявил два года назад или год назад, когда были те же обстрелы, и Белгород когда уже бомбят, Москву когда начали бомбить, этого сделать было бы нельзя. То есть социология, обратная связь показала, что население бы взбунтовалось. Понятно, ведомая олигархами пятой колонны, но взбунтовалось бы. Сейчас этого не произошло, благодаря нам, потому что только мы единственные готовили этот сценарий. Вот третий раз обращаю внимание, никто кроме НОД не готовил такой сценарий президента в принципе. Все критиковали НОД за это, за то, что мы готовим использование стратегическое оружие в конфликте на Украине в качестве сдерживающего антиамериканского фактора. Никто это не готовил, все критиковали нас. Вот можно просто поднять все эти сети за два года, за два с половиной года, и вы увидите. Там нет ни одного, даже патриотические эксперты в интернете иногда это упоминали, но в таком как бы в очень слабом контексте. Я думаю, что надо поднять этих экспертов. И как правило, да, тут же от этого отказывались. Единственный, кто стоял на этом твердо. Почему? Потому что мы и президент понимаем цели, мы восстанавливаем отечество. Остальные в этих целях не участвуют. Да, президент не может говорить об этом открыто, так сказать, и поэтапно, да, потому что он сразу подвергнется давлению своего окружения и так далее. Мы, у нас больше свободы рук. Но цель-то одна, а раз цель одна, мы четко знаем дорогу. Понимаете, да, президент не говорит о каждом своем шаге, а мы можем четко говорить о каждом шаге этой дороги. И вот в этом как бы наше преимущество. Почему мы и говорим. Мы к президентам идем к одной цели, поэтому мы прекрасно понимаем все его дальнейшие действия и объективный ход вещей. Поэтому, видите, расчет показал, что готовы. Вот история с Конституцией, там немножко были все-таки расчетные ошибки. То есть народ был готов к правоприемству Советского Союза, готов родитель, отец, так сказать, мужчина, женщина, готов к борьбе с иностранными агентами во власти. Готов даже к созданию госсоветов, но без полномочий власти. Но тем не менее. А вот, допустим, к первому пункту речи президента от 15 января 2020 года отнять власть у международных органов и передать национальный уровень, народ был не готов. И поэтому этот пункт не прошел. Социология показывала в 2020 году, что готовность и в 2019-м людей на этот пункт около 25%. Вот 25% не удалось развернуть до 50%. Соответственно, этот вопрос на референдуме не прошел. А вот здесь сейчас мы видим, что вопрос снятия ограничений по нацелению на США на этом этапе проходит. Понятно, еще раз, будет борьба за этот список, будет борьба, чтобы там не было Америки, или если этот список есть, чтобы он не был опубликован, чтобы он был секретный. Обязательно так будут бороться. Потому что секретный список со словом Соединенные Штаты Америки не испугает домохозяек в Америке, вы же понимаете. Соответственно, не сработает. Нацеление работает через публичность, всегда. Не через удары, а через публичность. Поэтому будет еще борьба за фактор публичности. И Блинкин заявил, что американцы будут вести эту борьбу на территории России в Москве через пятую колонну. Но сама, на сам шаг президента народ оказался готов только благодаря нам, потому что кроме нас никто не предлагал такой шаг. Вот прошу обратить на это внимание. И мы два с половиной года на этом работали и создали в народе эту позицию. Соответственно, что позволило президенту сделать это сейчас? Но не позволяло сделать этот год назад или там два. Вот прошу обратить на это внимание. Потому что очевидно, что если бы он это сделал два года назад, у нас бы там не было не то, что этих беспилотников, которые сейчас бомбят наши военные объекты. Сегодня я смотрю что-то там в Тамбове, что-то там в Твери и прочее. А вообще не было бы даже хамеров. Понимаете? Если бы мы эту позицию о запрете ударов со стороны союзников по нашей территории массированных объявили еще два года назад, что мы будем использовать стратегическое оружие как фактор сдерживания против Соединенных Штатов Америки, не было бы даже хамеров на территории Украины. Ну, танки бы были, но они бы не пересекали черту. Причем черту конституционную. То есть они были бы во Львове, Пиве, но они бы в Херсон не полезли. Понимаете? А уж не говоря про Курск или Белгород. Так что это прямая связь. НОТ поработал блестяще, героически. Дал Владимиру Путину возможность включить новый фактор противостояния с Америкой, что позволило, это уже понятно, блокировать их в следующий этап на массовое применение томагавков и крылатых ракет с территории Украины. Все ясно. Продолжаем поддерживать Верховного Главнокомандующего пикетами. И в конкретном ключе. Прямо надо так и выходить. В поддержку изменения ядерной доктрины на право нацеливания на территорию США. Прямо так и пишите в плакатах. Поддерживаем изменения ядерной доктрины на право нацеливания стратегического ядерного СИАО на территорию Соединенных Штатов Америки. Потому что тут еще борьба будет. Они еще тут будут, знаете, запятые переставлять. Понимаете? Будут, как всегда, пытаться замолчать. У нас для этого есть наша легендарная, знаменитая пятая колонна, которая работает в СМИ. И система. На это есть система. Конституционная, Центрального банка, олигархическая. Это же системные вопросы. Это не плохие люди. Это люди на работе, у которых работодатели за рубежом. У меня технический вопрос. Можно, пожалуйста, по бланку? Давайте. У нас в бланке заложена ставка Верховного Главнокомандующего как орган в законе о Верховном Главнокомандующем. Нам еще внести туда Государственный комитет обороны, то есть чтобы два органа было? Или переименовать его? Нет, нет, нет. Верховный Главнокомандующий, это Верховный Главнокомандующий, это текст Конституции. Он есть. Просто он не развернут до закона. У Верховного Главнокомандующего есть ставка Верховного Главнокомандующего. Даже Соловьев уже с нас, а мы первые говорили о ставке уже года два, недавно заявил о необходимости ставки. Ставка – это орган военного управления. Для чего нужна ставка? На самом деле не для того, чтобы командовать там вот в Курске или в Керсоне с ДНР, ЛНР. Ставка нужна, чтобы взять под контроль стратегическое ядерное оружие. И всю тему с нацеливанием. Понимаете, да? Потому что это не уровень, скажем так, начальника генерального штаба, который находится в Ростове. Это уровень Москвы. То есть либо надо, чтобы специальной военной операцией занимался кто-то другой, не начальник генерального штаба. Потому что, ну понимаете, да? Ядерное оружие – это 99% военной мощи. Она из Москвы управляется, а не из Ростова. Соответственно, человек, у которого 90% военной мощи страны и мира – это его главная работа. Контролирует эти 99%. Оставшиеся проценты – танки, самолеты, штурмы, герои, пехоты и прочее. Это очень важно. Но это 1% от мощи. И, соответственно, это разные вещи. Ставка должна контролировать геополитику. То есть контролировать, что происходит в Америке, в безопасности, в Европе, в Африке, в Китае, в военной сфере. А текущий генеральный штаб должен заниматься текущими военными операциями. Понятно, что генеральный штаб по-прежнему будет организовывать ядерное военное все планирование, но оно будет выведено из текущего управления, переведено на главнокомандующую через Ставку Верховного Главногонатия. Вот для чего этого делается. Понимаете, да? Это нужно для разговора. Вот, кстати, по вот этой... Ведь посмотрите, это действительно акт сверхдержавы. Вот что делает Америка, когда с нами воюют? Она звонит по телефону в Польшу, в Румынию, во Францию и говорит, ну-ка быстро послали там 100 тысяч, 200 тысяч солдат, танки прибросили. Генеральный штаб, объединенный штаб США, он не лезет вот, значит, со своими войсками, то есть там нет американской армии на Украине. и это просто работа сверхдержавы вот так же сделалось выступление Путина и поменялось все, понимаете и это одно выступление весит больше, чем вся наша армия, при том, что это герои, да, и без них не обойтись но там фактор, что потому что со словами Путина, как Гланкова сейчас стоит мощь в 99 раз больше, чем та, которую мы задействуем на поле боя в окопах и наших героических штурмах, вот о чем речь и вот этим надо управлять вот им и должно, вот этим процессом скажем так, запугивание врагов, я извиняюсь уж так жестко скажу, надо управлять через ставку Верховного Главнокомандующего а не через сегодняшнюю систему, связанную с Генеральным Штабом, который действительно погружен в важную боевую работу но на узком участке нашей мощи, а не на широком фронте поэтому это вот вопрос ставки Верховного. Что касается Государственный Комитет обороны, это орган конституционного уровня, который в условиях военных действий осуществляет государственное управление страной. Ставку нам не надо, а если она, вернее мы должны к ней быть готовы при необходимости то есть если произойдет все-таки серьезная эскалация дальнейшая против конфликта с Соединенными Штатами Америки, нам понадобится концентрация управления и это будет Государственный Комитет обороны. Поэтому мы если о нем говорим, то говорим не в принципе, не с точки не создать, а с точки не разрешить создать. То есть у президента должно быть право на создание ГКО. Вот о чем речь. Понимаете, да? А текущее управление, повышение полномочий президента, это управление через повышение полномочий госсовета, который возглавляет президент. Услышали меня? Постараюсь еще переслушать. Да, я вообще слышно переслушаюсь, но внимательно. Разложу по полночкам, чтобы все было нормально, чтобы у нас акция пошла хорошо. Да, да, понимаете, да, это разные вещи. То есть мы должны дать президенту право на создание Государственного Комитета обороны. А с точки не текущего управления и конституционной реформы, тут же у вас правильно все написано, дать полномочия госсовету. Полномочия госсовету, это и есть полномочия президенту. Потому что у нас есть парламент, Совет Федерации, Госдума, правительство, суд, Центральный банк, ну и еще другие органы, средства массовой информации. Кстати, средства массовой информации это отдельная статья. По Конституции они независимы ни от кого. Следовательно, на ком-то они должны быть замкнуты. Понятно, что мы их не можем замкнуть на госсовет, потому что мы исходим из того, что СМИ это все-таки свободная история, да, это не государственный орган. А вот на Государственный комитет обороны мы в случае чрезвычайной ситуации их замкнуть можем, потому что это временный орган. Соответственно, на несколько лет заставить СМИ выполнять приказы и одеть их в военную форму, так по-честному. То есть просто главный редактор становится полковником. Это мы можем сделать, но в условиях военных действий и в условиях ГКО. А в условиях плановой реформы это госсовет, на который возлагается функция, которую возлагает президент, соответственно, управление властями. То есть мы поднимаем президента выше властей, как председателя госсовета. Сегодня власти все независимые. И плевали они на кого-то, да, потому что у них кондиционный статус независимость. Вот принятие своих решений. Появляется госсовет, который становится их начальником во главе с президентом. Соответственно, председатель госсовета становится начальником властей. И непосредственно человеку функцию быть начальником властей давать не нужно. Потому что я уже говорил о рисках, в том числе с безопасностью этого человека в балансе интересов. А органу госсовету во главе с президентом, внутри которого президент главный, решение госсовета это решение его председателя. Там же нет принципа демократического централизма. Обратили внимание. Так что это то же самое, что дать в полномочия президенту только через его должность председателя госсовета. Ладно, хорошо. Внесем изменения и начнем поддержку Владимира Владимировича. Да? Да. Называется это для скорейшего завершения своего полной победы, да? Ну, естественно. У нас там ставка заложена. И как раз таки там введение цензуры, но полномочия по введению цензуры, да? То есть я именно ставку вот эту вот государственную комитет обороны закладывала, поняла. Теперь нужно их разделить, госкомитет обороны, ставку верховного главнокомандующего. Надо их разделить и по полномочиям, чтобы у них разные сферы ответственности были у двух органов. Да, и это разная применительность, да? То ставку уже можно делать сейчас, потому что объявлены предложения президента. Собственно, ставка вытекает из предложения президента о реформе, о реформе в ядерной сфере. Ну, понимаете, да? То есть объявленная позавчера президентом реформа ядерной доктрины автоматически означает, что нужна ставка. А государственный комитет обороны, он будет нужен в случае серьезного ухудшения ситуации и обострения ситуации. Это все-таки не сейчас. Все ясно. Спасибо большое. Спасибо. Евгений Алексеевич, есть ли у нас еще время на вопросы? Да-да-да, слушаю. Евгений Алексеевич, а вот во власти все равно же есть, наверное, люди, которые помогают президенту в борьбе. Ну, вот, например, Дмитрий Анатольевич Медведев вчера или позавчера заявил, что пятая статья, это вот и МОН, вернее, НАТО, это вот не будет распространяться на какие-то определенные страны участников НАТО. Это что это такое? Создание паники? Помощь президенту? Это так, немножко сначала. Итак, существует Дорога Победы. Мы ее с вами многократно обсуждали сотни раз. Она укропленно состоит из следующих пунктов. Международное право, ядерное нацеливание, суверенитет и дальше возврат к границам 45-го года в форме, которую предложил Путин. Путин какую форму предложил? Форма следующая. Мы сохраняем суверенитет государств, созданных на территории СССР, но при этом мы берем под контроль внешнюю политику и военное строительство. То есть фактически это зона ограниченного суверенитета. Почему такое возможно? Потому что это наша территория, мы можем их взять просто как области, свой состав, вот как у нас Тамбовская, Ленинградская и так далее области. А можем сказать, ну давайте, будьте независимы, но в ограниченном суверенитете. Вот собственно второй путь президент предложил и несколько раз о нем сказал. Первый раз до СВО, когда говорил о красных линиях и встречался с Байденом. И несколько раз сейчас в рамках переговорного процесса по Украине. То есть я, он это называет запрет наступления в НАТО. С точки зрения как бы правовой это называется ограниченный суверенитет. То есть если ты кому-то запрещаешь топать НАТО, это ограниченный суверенитет. И это уже понятно. Дальше будет борьба. Вот например Трамп, план Трампа заключается в том, чтобы устроить перемирие Минск-3 и подготовиться к новой более серьезной войне, так сказать, с Россией. Вот это план Трампа. В рамках плана Трампа, он даже готов заморозить линию фронта. Раз. И второе. Запретить Украине вступать в НАТО. Но решением НАТО. Наша задача запретить Украине вступать в НАТО решением Москвы. То есть мы должны управлять процессом территории Украины, в том числе и в этом контексте. Ну естественно наш это мирный план Минск-3 в принципе не устраивает сам по себе. Но если уж мы говорим о том, откуда Украина получит запрет на вступление в НАТО, в нашей как бы линии нодовской Украина должна этот запрет получить от нас, как наша территория особого управления. А в терминологии Трампа Украина должна получить запрет от НАТО как территория независимой государственности. Понимаете разницу? Соответственно, ну я так немножко просто раскрываю тот путь, по которому мы идем. Соответственно в рамках этой пути, этой пути, этой дороги и надо рассматривать судьбу той же Прибалтики. Когда Путин говорил о красных линиях, он назвал 97-го года, три года назад, вот когда он там с Байденом встречался, даже три больше уже. В 97-м году где была Прибалтика? Не в НАТО. То есть Путин сразу объявил, Прибалтика и НАТО несовместимы. То есть он, это означает, что цели нашего специальной военной операции, если мы их шире смотрим, чем Украина, это исключение Прибалтики из НАТО. Мы сейчас ведем борьбу за формулу. То есть мы говорим, Прибалтика должна не вступать в НАТО, будучи нашей подведомственной нашей территории. А американцы, например, будут говорить, давайте, ладно, раз мы боимся вашего нацеливания, давайте мы Прибалтику исключим из НАТО. Вот нам надо идти дальше, да, то есть нам надо контролировать Прибалтику, а не просто добиться его исключения из НАТО. То, что Прибалтики не будет в НАТО, о чем Медведев Дмитрий Анатольевич и сказал. Я в этом уверен на сто процентов. То есть это даже не обсуждается. Все понятно, спасибо. Спасибо. Евгений Алексеевич, ну вот у нас были вопросы, но мы по ходу с вашей, с вами беседа на них уже ответили. Ага. Хорошо, будут вопросы, тогда дадите информацию, я подключусь. Огромное вам спасибо за вашу борьбу. Отдельное спасибо Ольге Евгеньевне, потому что она на острие этой борьбы в правом смысле. А правовый смысл, это и есть любой смысл. Любая драка, любой конфликт заканчивается в праве. Ну, собственно, на это юристов учат уже тысячу лет, понимаете, начиная с римского права. Для этого право и придумали, заканчивают конфликты. Поэтому, когда пытаются решить конфликт вне права, мне просто, я рассматриваю, смотрю на этих людей, как на идиотов. Но это невозможно, просто невозможно. Так не бывает. Поэтому тот, кто владеет правовой конвой конфликта, тот и владеет инструментом победы. И огромное спасибо Ольге Евгении, которая нас ведет к победе по этой конве твердо, настойчиво и успешно. Спасибо вам. Спасибо всем, кто, еще раз говорю, помог Владимиру Путину совершить огромный шаг вот в сторону восстановления российского отечества в границах 45-го года и с точки зрения статуса учредителя мирового права и сверхдержавы одной из двух. Все-таки, знаете, проскочить от государства третьего уровня, которым мы, ну, большинство граждан России себя считали, да, тут до уровня обратно контролеров мирового процесса, пока еще предварительно. Это может вас не только сонная болезнь, но это еще подождите. Но это так. То есть, просто вдруг выяснилось, президент, 35 лет все думали, что мы никто. Потом президент вышел и сказал, ха-ха-ха-ха-ха. И все поняли, что он прав. Вот это главная история, которая произошла позавчера. Может быть, он еще не добился своего, но все поняли, что Россия – это СССР. С такой же огромной мощью, как СССР. Учредитель мирового порядка и права и возможности, которые были у СССР. Вот это поняли. Ну, на экспертном пока уровне. Но поняли все, от кого зависит. Другое дело, что это их не пробьет пока. Ну, как говорится, да, одно дело ты понимаешь, а другое дело ты противостоишь тому курсу, который, менять курс, который ты проводил там 30 лет, под которым выросли десятки миллионов чиновников, дипломатов, политиков, депутатов и так далее. Так что это непростая история, чисто вот психологически развернуться менталитету руководителей всех этих стран НАТО, Соединенных Штатов Америки, в понятность за страха, но не настоящего, а будущего. Потому что пока страха это нет. Наш МИД аккуратно страх убирает. А вот будущего, которое очевиден, это очень тяжелый процесс. Это процесс тотальной смены власти в Америке, так вот по-честному. Ну, вот позавчера он начался. И это огромное достижение национально-освоительных сил во главе с Путиным и Россией. Да, то есть все-таки оказалось, что мы не лягушка, оказалось мы медведь, понимаете. И это первый момент. Но и чисто благодаря нашим участникам национально-освоительного движения, в поле то, что называется, пикетчикам. Конечно, огромная благодарность тем участникам НОД, которые на фронте с оружием в руках. Они герои. Потому что они создают главную движущую силу реформ НОДа в Москве. Там, на фронте создают. Пикетчикам, которые создавали все. Сколько вон пикетчики стояли у МИДа? Прежде чем сложились вот эти у Госдумы, у Сайта Федерации. Прежде чем сложились вот эти условия для предложения Путина. Так что мы идем к победе, побеждаем. И это не важно, какая у нас численность штабов НОДа. Важно, что мы технология победы. Говорить о технологии можем только мы, потому что мы ее знаем. Остальные либо к нам присоединяются, либо становятся одними из нас в силу своего созревания и восстановления ситуации. Поэтому другого плана, кроме НОД, не существует. Так что огромное всем спасибо и поздравляю с той победой. Я думаю, ее надо праздновать, которая состоялась позавчера. Даже если, конечно, есть такой военный принцип. Пока приказ не сдали, праздновать нельзя. Может быть, даже надо немножко подождать, пока предложения президента реализуются в военной доктрине. Но, по крайней мере, основания для праздника у нас есть. И уж точно есть основания для того, чтобы мобилизоваться в поддержку движения Путина по восстановлению суверенитета и по, как это называется, целевому сдерживанию Соединенных Штатов Америки, ядерным оружием Российской Федерации. Спасибо.